В этом видео мы разберем основные схемы заработка в DeFi, основные стратегии, которые используют практически любые протоколы, которые, конечно же, в будущем мы будем проходить. Это будет немножко теоретическое видео, в котором я постараюсь вам обрисовать, в прямом смысле слова, как работают те или иные стратегии. Поехали! И первый способ заработка — это предоставление ликвидности. Предоставление ликвидности — это, простыми словами, предоставление денег какой-либо организации или какому-либо проекту, чтобы он ими воспользовался для достижения своих целей. Зайдя на defilama.com, мы можем посмотреть, сколько ликвидности предоставлено на том или ином проекте. Например, децентрализованные биржи, такие как Curve, Uniswap, Unkixwap, вон, собирают по 4 миллиарда, 3,5 миллиарда, 2,5 миллиарда долларов. Охренеть! Эту ликвидность предоставляют биржам такие же люди, как мы с вами. Чтобы заработать. И вот почему. Перейдя на любую централизованную биржу, например, хобби, мы всегда увидим такую картину в виде стакана. Позиция на продажу, позиция на покупку. Их совершают люди, из-за этого происходит обмен. На децентрализованных же биржах по типу Uniswap мы не увидим никогда никаких стаканов. Мы просто увидим очень простой обменник, где мы захотим там обменять один токен, например, эфир, на другой токен, например, USDC. Пишем, например, 100 эфиров, поменять на 155 тысяч долларов. Заплатим комиссию плюс газ и, подключив кошелек, совершим обмен. Когда мы совершаем обмен на той или иной децентрализованной бирже, с нас всегда возьмут небольшую комиссию. И она может отличаться в зависимости от биржи. Так вот, эта комиссия уходит тем, кто дал ликвидность в ту или иную ликвидную пару. Для простоты понимания попробую вам нарисовать, как работают децентрализованные биржи, обменники. Есть один пул, есть второй пул. В одном пуле у нас лежат эфиры, в другом USDC. Например, здесь их 10, а здесь их 1000 долларов. И цена на децентрализованных биржах всегда считается из расчета, что здесь лежит 50%. И здесь лежит 50%. Соответственно, если в правом пуле у нас 1000 долларов, а здесь у нас 10 эфиров, то 50 на 50 цена будет 1 к 100 долларам. Цена эфира 100 долларов. И курс будет постоянно меняться, в зависимости от того, какие соотношения. То есть, если кто-то заберет отсюда эфир и добавит 100 долларов, то баланс изменится. То есть, тут уже будет 1100 долларов и 9 эфиров. И цена всегда будет зависеть от вот этого соотношения. Допустим, кто-то заберет 1 эфир и добавит за него 100 долларов. Ситуация произойдет вот такая. То есть, будет 9 эфиров, которые будут стоить 1100 долларов. И курс будет считаться, исходя из этого. 1 эфир уже будет стоить 122,2 доллара. Ну, вы поняли. Ясно, понятно. И всей вот этой схемой управляет специальный смарт-контракт, в котором прописаны различные функции. Смарт-контракт это некая программа, а если быть точнее скрипт, который выполняет определенные действия. Его отправили в блокчейн, он там находится. И если владелец отказывается от прав на изменения смарт-контракта, то он никак ничего с ним сделать не сможет. Никак не сможет повлиять. То есть, если смарт-контракт экологично был создан для управления конкретным пулом, он и будет выполнять эти функции. Смарт-контракты это открытая история. Абсолютно любой может взять и прочитать его, проверить. Отсюда есть куча аудитов этих смарт-контрактов. И если зайти в документацию проектов, то можно всегда их найти. Видел чудеса техники? Но такого! В абсолютно любом протоколе, покажу на примере PancakeSwap, есть всегда документация, ссылка на документацию, а то и прямо аудиты. Вот, тут сразу открывается нужный раздел. Вот мы нажимаем и смотрим иногда несколько, а иногда и десятки аудитов, проведенных различными компаниями. В будущем мы обязательно поговорим подробнее о аудитах смарт-контрактов. Но так или иначе, нужно понимать, что у смарт-контрактов, например, новых, там, новых каких-нибудь протоколов, есть какие-то эксплойты, некие уязвимости, с помощью которых хакеры взламывают их и украдут средства. Ужасно! Чтобы этого не произошло, обращаются к специальным компаниям, которые указывают на уязвимости. Компания их фиксит и аудиторы выдают свой штамп, что данный смарт-контракт проверен. Его будет, скорее всего, не взломать. Поскольку самая главная уязвимость всего DeFi на сегодняшний день является уязвимость смарт-контрактов. На основе смарт-контрактов работает все. Вернемся к нашему пулу. Мы уже поняли, что вот эта вся система работает с помощью смарт-контракта, в котором запрограммировано, чтобы он таким образом работал. Но, если у нас, допустим, здесь будет 10 эфиров, а здесь 1000 долларов, то волатильность будет сумасшедшая. Каждый будет что-то закидывать, что-то вытаскивать, и курс будет постоянно-постоянно колебаться. Поэтому нужно много ликвидности, чтобы курс не колебался. А также в смарт-контракте за каждый обмен прописано брать ту или иную комиссию с каждого участника. То есть, когда мы вот здесь, на Uniswap, будем, например, обменивать 100 наших эфиров на 155 тысяч USDC, мы заплатим небольшую комиссию. 0,1%. Эту комиссию смарт-контракт заберет с пользователя. Часть пойдет на оплату газа, часть, возможно, разработчикам. Все это прописано в смарт-контракте. Можно посмотреть, каким образом работает та или иная бизнес-модель. Очень часто разработчики, например, берут 10% от всех комиссий себе, а 90% отправляют в виде доходности тем, кто предоставил ликвидность в пул. Вот посмотрим на примере децентрализованной биржи Trader Joe. Допустим, мы хотим поменять 1000 аваксов, пусть будет 10 тысяч, на USDC. То есть, уже создан такой пул, где есть определенная ликвидность. И вот мы здесь увидим, что мы заплатим 0,35% комиссии. Она как раз-таки пойдет на оплату поставщикам ликвидности. Нам тут сразу, кстати, предлагают те или иные пулы. Вот на этот пул дают доходность 156%. Чтобы посмотреть все пулы, мы просто переходим во вкладочку пул. И здесь мы можем увидеть, сколько ликвидности в том или ином пуле. Например, в Avax USDC люди предоставили 4 миллиона 100 тысяч долларов в этот пул. 50 на 50. Отсюда низкая волатильность, а объемы 8 миллионов 600 тысяч за последние сутки. Тут мы можем увидеть доходность 156% за последние 24 часа. Ну, поскольку объем больше, чем ликвидность аж в 2 раза. Это даже круче, чем на картинке. Про предоставление ликвидности мы обязательно поговорим подробнее в будущих видео. Сейчас важно понять принцип, что есть пул, который не подконтролен человеку. Что самое интересное в DeFi? Это то, что все работает автоматически при помощи специальных смарт-контрактов. Программ, которые отправлены в блокчейн, их никак зачастую не поменять. Если владелец отказался от прав собственности. Касаемо того, как проверить смарт-контракт, я тоже сниму обязательно отдельное видео. Следующая стратегия заработка через лендинги. Серьезно? Не лендинги, то есть равно сайты, о которых вы могли подумать. Нет, лендинг-маркеты это некие протоколы, тоже работающие на основе смарт-контрактов. Только в них уже прописаны другие функции. Функции заема и займа средств. Попробую нарисовать схематично, а вы обязательно напишите в комментариях вообще, как вам такой формат. Художник из меня так себе, но я стараюсь как-то попытаться это все дело обрисовать, чтобы было просто наглядно и понятно. Допустим, вы пришли и у вас есть там тысяча долларов. Тысяча долларов у вас находится в биткоине. И вы не хотите продавать свой биткоин, потому что он вам нужен, это сильный актив, который вы накапливаете. При этом вам нужны деньги на какие-то другие спекуляции, например, купить альткоинов на падении рынка. И тут вступают в силу лендинг-маркеты. Приходите вы свои тысячи долларов на лендинг-маркет, который работает на основе смарт-контракта, и отправляете свой биткоин на лендинг, например, Ави. Это лишь один из сервисов, их на самом деле немало, мы о них будем подробнее разговаривать в будущем. Вы внесли на Ави свой биткоин, и с помощью Ави можете взять под залог своего биткоина на 60% долларов. То есть от 1000 долларов 60% вы получите 600 долларов. Или взять меньше. Опять же таки, об этом всем подробнее. Позже сейчас главное, чтобы вы поняли принцип. Кстати, если вы еще не видели мою стратегию в крипте, в каких пропорциях я покупаю какие токены, как веду себя на медвежьем рынке, как веду себя на бычьем рынке, обязательно посмотрите вот это видео. Опять же таки, лендинг-маркет выступает неким гарантом между вами и человеком, который предоставил ликвидность. То есть вы пришли со своей 1000 долларов в биткоине, вложили в некий пул, а из другого пула вы можете взять себе долларов и платить на это ежегодную комиссию. Поразительно. Вот опять же таки, для примера, переходим на app.avia.com. По этому сервису, по этому лендингу будет отдельный урок, но чтобы вам показать. Вот мы можем прийти сюда, например, со своим тезером, с 1000 тезеров, и получать 3,5% годовых в тезере. Плюс 0,25% нам бонусом будет капать в аваксе. И также точно мы можем занять тезер под залог другого любого актива и платить эти ежегодные проценты. И также есть возможность выбрать фиксированную ставку 11%. Есть плавающая, есть фиксированная. Никому никогда, кстати, не рекомендую брать фиксированную ставку, потому что этот процент, как правило, не превышает вообще там 3-4 усредненно годовых. И это отстой! Соответственно, когда мы захотим вернуть наши биткоины на 1000 долларов, мы просто придем и отдадим 600 долларов плюс процент, который накапал у нас эквивалента на год. То есть там получатся вообще копейки. Буквально там, если вы вернетесь через год, вы заплатите там 2, а может быть 3%. Ну, опять же таки, в зависимости от актива, который взяли в залог. Другая же страна пришла со своими 600 долларами, вынесла их смарт-контракт, который выдал вам зайд под залог вашего биткоина. И вот эти 2-3% пойдут как раз таки вот этому человеку, который эти 600 долларов сюда внес. Конечно, не все проценты, не вся комиссия, что-то авиа ставят себе за то, что они сделали такой потрясающий лендинг-сервис, на котором всегда куча ликвидности и всегда можно взять зайд. Почему это вообще является стратегией вот через лендинг-маркет и обычные займы? Ну, потому что у нас, например, есть сильные фундаментальные активы, там, эфир, биткоин, которые мы вообще не хотим трогать. При этом нам нужны альткоины. Например, у нас есть там 10 тысяч долларов в биткоине. Например, мы пришли на Ави, положили 10 тысяч долларов и взяли 5 тысяч долларов в залог, которые пошли там, потратили, купили альткоинов, они там выросли в 10 раз за год. И мы продали, вернули займ, забрали наш биткоин. Таким образом, у нас актив не просто лежит, а еще и работает. За счет него мы получаем дополнительную доходность. Это фантастично. Плюс, когда мы используем биткоин как залог, в ABTC это обернутый биткоин на аваксе, мы получаем 0,53% в этом же биткоине. Короче, в использовании лендинг-маркетов одни плюсы. Все работает автономно, при помощи смарт-контрактов, без человеческого фактора. И даже если вот ави весь со скамец, опять же таки, что ави, что децентрализованные биржи. Вот эти вот все интерфейсы, вот эти там трейдер жо, вообще любую можно взять биржу децентрализованную. Все эти интерфейсы это всего лишь визуальная картинка. Они могут со скамец, они могут пропасть, доступ на сайт может быть недоступен и нам все равно. Потому что они работают на основе смарт-контракта, который лежит в блокчейне. И мы в любой момент сможем к нему обращаться напрямую в обход сайта. Для этого потребуется просто открыть гайд, который мы, кстати, скоро напишем и выложим у нас в Телеграме. Кстати, ребята, подписывайтесь на Телеграм, там уже гораздо более продвинутые всякие схемы, как работать с одними протоколами, с другими протоколами. Обязательно посмотрите, для вас выкладываем там постоянно анонсы. Кстати, когда это видео уже выйдет, будет оглавление, последовательное оглавление по нашему DeFi обучению. То есть список видео, список статей, все последовательно, что, зачем и почему нужно изучать. Обязательно переходите, обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Третья стратегия вытекает из второй. Это заработок на ликвидациях. Представьте, что вы пришли на Ави или на любой другой лендинг-маркет с 1000 долларов в биткоине. Вы заложили ваш биткоин на 1000 долларов. И взамен взяли в долг 500 долларов в USDC, например. У вас есть ваши 500 USDC, 1000 долларов в биткоине у вас лежит на Ави. Но вот прошло полгода. И биткоин стоил 20 тысяч, а теперь он стоит, например, 10 тысяч. То есть по факту у вас в залоге лежало 1000 долларов, а стало лежать 500 долларов. А 500 долларов вы взяли в долг. Так вот, если сумма в залоге окажется ниже, чем сумма в долге, то вашу позицию ликвидируют. И куда же уйдет эта позиция? И тут как раз-таки в игру вступают ликвидаторы. Давайте еще раз. Допустим, у вас 1000 долларов была на Ави в залоге. 500 долларов, 500 USDC. Вы взяли в долг. Проходит полгода. Биткоин здесь стоил 20 тысяч долларов. Через 6 месяцев он стоит 10 тысяч долларов. Фактически у вас получается здесь 500 долларов. И здесь 500 долларов. Как только эта сумма станет равной той, которую вы взяли, позиция будет ликвидирована. Данная позиция отправляется смарт-контрактом, опять же-таки, нашей программой, в которой прописаны все эти скрипты, на торги, где она продается с дисконтом в 5%. Правда, немножко вас обманул. Как только позиция будет приближаться к этому значению в 500 долларов, тогда ее ликвидируют. Чтобы продать ее с дисконтом ликвидатором, чтобы они немножечко заработали, а вы немножечко потеряли. Как раз-таки вот эти 5%. Но у вас остается то, что вы взяли в долг. Для того, чтобы ликвидации не произошло, нужно заниматься грамотным менеджментом позиций. Специально следить за разными показателями. Мы обязательно все это будем изучать, как следить за позициями, как их открывать правильно, чтобы вообще не париться о том, что позицию могут ликвидировать. И даже если позицию ликвидируют, у нас остается наш заем, который возвращать не нужно. Ну а заработок на ликвидациях происходит вот здесь, как раз-таки на торгах. Потому что тут выставляются такие, что-то вроде ордеров. И кто успевает купить первой со скидкой ту или иную позицию, тот ее и получает. Тут же идет на там какую-то биржу и продает позицию, получая профит в 5%. Конечно же, ликвидаторы это не люди. Это специальные программы, которые делают различные команды. Но мы можем в эти команды инвестировать, давать ликвидность, чтобы у них были деньги на покупку постоянно вот этих вот активов самыми первыми. Если у них классный софт, то мы можем на этом дополнительно зарабатывать. Об этом мы тоже, конечно же, поговорим в наших будущих видео. У вас, наверное, до сих пор возникает вопрос. Зачем отдавать свой актив и брать на 50% под залог какие-то другие проценты? Смотрите, тут все просто. У нас высвобождается дополнительная ликвидность. То есть биткоин я не готов продавать. Неважно, сколько он стоит. Он будет только расти и на долгой дистанции я на нем стабильно заработаю и приумножить. Но как мне увеличить еще мой доход? Я беру по 2% годовых токены. Например, беру USDC по 2% годовых и иду в протокол, который мне дает 10, 20, 30, 40% годовых. И вот эту дополнительную ликвидность, которую я создал с помощью AVI, я использую, чтобы приумножить свой капитал. На приумноженный капитал я впоследствии опять докуплю биткоин и моя позиция только вырастет. Почти все стратегии в DeFi работают на вот этих принципах, которые мы сегодня с вами изучили. Я понимаю, что до сих пор у вас есть вопросы и кому-то может быть не так быстро и просто все это, то что я вам пытаюсь тут объяснить. Но мы перейдем к практике. Вы попробуйте там с балансом 10-20 долларов потыкать нажимать самостоятельно и вы очень быстро поймете, как все это работает. На самом деле сложного тут ничего нет. Мы, наверное, снимем еще одно фундаментальное теоретическое видео по терминологии, что такое мосты, что такое вообще блокчейн, как это все работает. И перейдем к практике, где уже подробно начнем изучать протоколы, подробно начнем изучать то, как действительно вот взять, нажать и чтобы оно начало работать. Я уверен, что у нас все постепенно получится. Удачи вам и напишите в комментарии, как вам вообще такой формат роликов.